я recording in progress всем привет друзья так сегодня у нас гость эксперт эксперт по площадке и бэй ну не только по и бэй да но вот он как раз позвал олега чтобы он рассказал нам про продажи товаров на и при в чем особенности сравнение с другими площадками в чем преимущество что очень важно интересно и насколько я знаю условия входа доступа то есть это про площадка довольно таки по сравнению с другими то есть на нее проще зайти проще выйти продавать начать свои товары и соответственно для многих это может быть очень хорошим началом стартом ну и может быть или под дополнительным источником дохода почти чем больше площадок тем лучше ну для начала озвучу миссию клуба импортеров мы здесь для того чтобы сделать бизнес китаем таким же простым как и дома повысить качество жизни предпринимателей клиента за счет создания сильных брендов вести бизнес удаленно по всему миру жить яркой счастливой насыщенной жизни олег стать из англии и тут можно задам тебе потом вопрос дан насчет регистрации именно английского аккаунта да и соответственно из украины россии если какие-то нюансы особенности я знаю что ты обучаешь в том числе работе с ebay сам активно работаешь продаешь общем передаю тебе слово меня слышно отлично первую очередь спасибо что пригласил рад поделиться опытом с ребятами да и б это одна наверное из самых простых площадок на которую можно легко выйти как и и бизнесу так и частному лицу и начать продавать и зарабатывать ну и самое главное если мы сейчас посмотрим на другие маркетплейсы и на новые и на старые крупные такие как амазон в алболе в россии до раскручивается и наши в украине маркетплейс если не ошибаюсь розетка да там чтобы выйти нужны нужно регистрация компаний документы для того чтобы ну как бы ты выходишь на на рынок как компания бизнес и для этого естественно нужны всем даже налоговые документы да вот то с ибм это все проще это одна из мировых самых больших площадок маркетплейсов в мире я чуть больше дальше расскажу ее статистику почему как же жена такая чем чем она большая дачу особенность этой площадке вот но да это самое просто можно выйти начать свой бизнес как свой товарный бизнес предпринимателя уже дальше масштабировать имея какой-то опыт в продаже понять как работает маркетплейс и уже дальше можно двигаться масштабировать на более сложные площадки и опять же только для того чтобы уже масштабировать и не делать много ошибок и так сегодня ребята меня презентация с моего вебинара вот я много слайда буду пропускать то что вам скорее всего будет неинтересно будет останавливаться только на самых интересных слайдах если у вас будут вопросы вы место не стесняйтесь останавливайте меня задавайте вопросы по теме сразу же да я буду на них отвечать будем строить такой диалог я думаю послать вам будет немножко даже интереснее чем просто слушать и так как же все же что такое ebay также все же запустить бизнес на ebay с полного нуля почему именно с полного нуля потому это как бы мой личный опыт и но не с полного нуля но я начал этот бизнес честно скажу с 200 долларов инвестиции в этот именно проект просто протестировать меня не было больших планов сосредоточиться как бы на этом бизнесе и даже не думал что получится что-то зарабатывать на этом но люди делали и я решил попробовать но естественно погружаться в что-то так сказать не поздно я не знаю я не решил с большими деньгами поэтому попробую с мелочей если пойдет и будем работать дальше ну и в итоге конечно конечно в итоге я здесь значит все хорошо пошло и так коротко начать даст 200 долларов тем более смотри я купил уже скажем так купил первые мои первые товары мой первый товар был это sd-memory карточки микрокарточки для телефона для камер чего пришла идея изначально хотел продавать dash камеры в машину регистратор регистратор вот а потом когда начал делать анализировать этот товар на самом marketplace ebay я заметил что на каждой фотографии на каждом товаре продавцы продают и рекламируют этот товар все пишут что memory карточка но не прилагается к этому товару и почти на каждой фотографии главное чтобы пересеркнута memory карточка это себя поймал на идее почему же не продавать эту memory карточку к этой камере изначально хотел просто камеру и карточку вместе продавать как комплект думаю это будет более интересен для клиентов но потом понял что дешевле начать будет самих просто memory карточек я сделал анализ конкурентов по memory карточек и я понял что продавцов меньше кто продает этот товар нашел поставщика в китае и купил на 200 где-то на 250 долларов я сделал первый заказ там получилось 50 штучек и все это то с чего я начал так как легко и просто и так сказать в большой этот бизнес и я начал инвестировать все больше и больше где-то через месяц я вложил около 10 тысяч долларов состава то есть уже начал покупать все больше больше вот поэтому как бы и говорю что начало до бизнесе на 200 долларов именно то есть есть возможность такая и так коротко о себе меня зовут олег приходько родом я из украины последние 16 лет я проживаю в англии а также эксперт по иммиграции ко мне обращаются люди по всем вопросам как приехать в англию как здесь остаться зацепиться вот в прошлом я владелец сети продуктовых европейских магазинов не было да несколько офлайн магазинов товары которые были с нашей страны с европы грубо говоря для иммигрантов литовские латвийские польские товары украинские русские товары эстонские это все самые все самые ходовые товары в каждой стране по чуть-чуть были в моих магазинах люди могли прийти и так сказать попробовать поесть свои товары после чего у меня был ресторанный бизнес уже английский традиционный ресторан и это в этом именно когда уже я открыл ресторан я немножко начал переходить в онлайн бизнес делая онлайн заказ принимая заказы с доставкой на дом здесь уже я понял наверно полгода прошло после того после открытия ресторана я заметил что у меня заказов онлайн встает больше и больше чем людей в магазине вообще оффлайн меня даже люди которые жили так сказать на соседней улице с ресторанда выходишь сразу поворачиваешь на на улицу люди просто заказывали на сайте доставка на то есть они готовы были заплатить сверху за доставку у меня просто курьер брал сумку получал там еще пару долларов долларов сверху за доставку люди платили лишь бы не подниматься с дивана и не идти в ресторан да и поймал себя на мысли что все же онлайн развивается работает или люди с радостью пользуются по крайней мере здесь в англии это очень быстро развивалась и уже тогда я понял что скорее всего следующий мой бизнес не знал еще что это будет и были но следующему бизнес я почему-то себе такую цель поставил что будет именно онлайн и так и произошло после того как я продал свой офлайн ресторан я все же попробовал себя на ebay и за три месяца старательно я уже получил статус топ-селлера что очень важно на любом маркетплейсе это позволяет иметь множество скидок также с тобой даже по-другому общаются в кастом и сервис когда ты с ними связываешься потому что привилегии такие да и естественно клиенты когда видят этот статус этот значок топ-селлер то они больше доверяют и чаще и иногда даже не иногда очень часто по статистике мы можем видеть на ebay аккаунте сколько клиентов допустим нашло твой магазин благодаря именно топ-селлер то есть люди когда начинают поиск они ставят фильтр хочу купить только тому топ-селлера никаких там других продавцов и все мы видим сколько же клиента приходит к нам благодаря этому статус это очень важно люди годами иногда идут к этому статусу то я получил за первые три месяца у меня свой бренд я владелец бренд electronics у меня это и школа онлайн также называется и товары мои под этим брендом выходит на бэй на амазоне в день на бэй меня я совершаю от 50 до 150 отправок по всему миру также спикер крупных школах по товарному бизнесу как и сейчас с вами ну чтож начнем с того что что же для нас с вами такое товарный бизнес как мы вообще представляем как это было раньше как люди работали бог флайн товарный бизнес и как это сейчас происходит на marketplace мы сравнил эти два этих момента смотри для того чтобы нам начать любой товарный бизнес то есть это что такое то купить товар и перепродать их до для того чтобы это все начать нам нужно сначала определиться с товаром нам нужно понять определиться с нишей понять что мы хотим продавать и выбрать товар который мы хотим для этого нам нужно или перелопатить все сайты но раньше это было пройтись по рынку наверное увидеть у соседа кто что продает у кого что лучше продается до мы ловим такие идеи самые ходовые товары мы начинаем для себя искать поставщиков да и посмотреть где-то либо какой-то раньше тоже смотрели вот я знаю там даже боссы раз после ночного и торговли какие допустим пустые ящики валялись больше это сейчас просто это аналитика грубо говоря да сколько продано сейчас это доступно по-другому а раньше это вот так вот вычислялась например в том числе сейчас все проще сейчас есть программы которые позволяют просканировать лучше продаваемые товары на рынке вообще онлайн вот но раньше мы бегали лишь посмотрели коробки или соседи проверяли так далее вот после чего нам нужно было естественно найти поставщика опять же раньше было все тяжелее мы собирались ехали в города оптовые рынки искали тот товар который мы уже предварительно знаем что как хотим продавать вот сейчас конечно проще все мы это все делаем опять же онлайн не выходя из дома и делаем анализ товаров и также находим поставщиков после всего этого естественно нам нужно будет найти склад если раньше нам нужно было найти склад и если это много товара на любом случае склад будет считаться даже если вы маленькую коробку положили под кровать себе это все равно склад скажем так это хранение своего товара но если у вас товар много вам нужно снять или большой склад или гараж или какой там киоск где вы будете сохранить это все опять же у нас идет затратно мы платили за это деньги мы платили за аренду мы платили за счета за свет и так далее иногда даже большие склады еще и нанимаем охрану чтобы не дай бог у нас кто-то что-то украл когда мы уже все купили когда мы определить товаром нашли поставщика определились купили завезли на склад нужно его где-то нам теперь продать если это оффлайн магазин это значит магазине или на рынке ну или конечно же онлайн на своем веб-сайте чтобы продать его на своем веб-сайте изначально его нужно создать придумать а это значит опять проинвестировать много денег я думаю вы согласитесь со мной это как минимум 35 тысяч долларов создать нормальный сайт со всеми платежными системами чтобы все работало чисто для вас мы создаем сайт ну опять же это не значит что когда мы уже создали сайт свой домен и нас сразу выстроилась очередь покупателей нет еще раз нет такого не будет потому что никто не знает что ваш сайт существует естественно очереди не будет для этого мы что делаем мы делаем таргет мы запускаем рекламу это опять расходы мы нанимаем таргетологов мы платим за рекламу фейсбук инстаграм гугли мы делаем все возможное чтобы наш бренд наш сайт увидели и начали покупать и заметьте мы уже столько всего проделали мы проездили по рынкам про про лопатили сайты нашли поставщиков мы арендовали склады это все затраты деньги мы купили создали сайт потратили деньги мы запустили рекламу потратили деньги и это все еще до того как мы вообще начали зарабатывать мы даже не знаем пойдет ли этот товар на рынке да но нам нужно проделать такой путь чтобы понять будет ли он вообще продаваться этот товар не просто купить и поставить на рынок продаваться а нам нужно вот столько проинвестировать и дай бог чтобы он пошел это еще не факт после чего мы продаем товар нам нужно естественно его отправить дальше мы договариваемся с логистикой компании ну или просто с почтой до которая будет отправлять наши товары то есть нам нужно еще и там контракты если это были большие большое количество заказов да естественно дешево заключить контракт чем просто отправлять по максимальным ценам на почту после всего этого еще конечно же нам нужно подводить итоги бухгалтерии и если мы это все пройдем оффлайн это очень-очень много бумаг для бухгалтера это значит много работы это значит опять затраты и вам же то есть конечном итоге нам нужны будут и сотрудники как для сайта как для рекламы как для логистики бухгалтерия для склада и так далее чего всего я это этого я не могу сказать на marketplace что же такое что такое происходит на мы находим товар онлайн мы находим поставщика онлайн не выходя из дома склад и логистик компания это может быть в одном лице то есть мы допустим находим поставщика в моем случае сейчас расскажу о себе я нахожу товар анализирую благодаря программам буквально мне нужно полчаса чтобы понять хорошо ли этот товар будет продаваться на рынке на и б на amazon вообще просто угли да сколько людей ищут этот товар уже можно легко понять сейчас просто участвовать определенным программам мне не нужно никуда ездить также нахожу себе поставщика имея уже опыт я думаю вообще большой опыт с поставщиками да это все упрощаем быстро можем найти поставщика китая неважно в какой стране я уже не говорю о том что если раньше тяжело было просто поехать в соседний город найти поставщика то сейчас мы просто в течение минуты секунды мы перемещаемся в китай с англии китай находимся поставщика договариваемся и покупаем свой товар также мы этот товар сразу отправляем допустим моем случае я могу отправить товар по китаю в логистик компания прямо китай которые и будут хранить мой товар то есть они будут выступать моим складом при этом я за это платить не буду он не будет бесплатно рабочая сила мне там не нужно то есть кубы я это все буду платить и с продажи они же будут отправлять мои товары то есть я продаю свой товар на marketplace и бы заметьте мне не придется создавать свой сайт он уже существует есть марки place мне не нужно будет настраивать рекламу инвестировать в это потому что и бы ответственно за это и бы платить за рекламу более 5 миллионов долларов в год только для того чтобы привлечь клиента то есть он делает за меня мою работу да то есть он предприводит мне моих потенциальных клиентов бухгалтерия все в двух бумагах не нужно пачками бумаг носить все распечаткам на и бэй все считается на сам и бэй и конечно же намного меньше сотрудников можете сами самостоятельно справиться со всем этим то есть наша задача найти товар сделать правильный выбор выставить его на на и бэй купить у поставщиков и отправить свои товары на фулфилмент склад как только у вас купили благодаря интеграции вашего и бэй аккаунта и логистик компании сайтом логистик компании все заказы идут сразу на фулфилмент компании то есть вам даже не придется вручную перекидывать заказы на склад логистик компании они видят все ваши заказы и они видят адреса ваших клиентов то есть они получают заказ они отправляют товар вашим клиентам траки номер переходит тоже на ваш аккаунт этом на этот заказ и все то есть по сути вы как бы ничего не делать полностью автоматизирован бизнес ваша задача только контролировать стоп это логистик компании обычно мне об этом говорит так у тебя осталось там 20 единиц хочешь пополнять вот пришло время я связываю с поставщиками и они отправляют новый стоп на фулфилмент компании вот в чем разница между маркетплейсом товарный бизнесом и маркетплейс и вот то что было раньше или то что сейчас как бы люди если делают на своем сайте то они проходят вот такой большой путь от товара и всех реклам своих сайтах будут вопросы на эту тему я уже понятно все друзья какие-то вопросы комментарии продолжать продолжать давай про и бэй уже условия почему же выбрал и бэй что такое и бэй и их статистика показатель на и бэй число пользователей на и бэй это цифра из 2020 года составляла 183 миллиона пользователей на и бэй люди пользуются и бэй то есть это ваши потенциальные клиенты было скачано и бэй приложения телефон 476 миллионов раз и 3 из 10 пользователей пользуется приложением 66 миллионов раз в году и прибыль доход и чистый доход и бэй в 2020 году составил 22 миллиона долларов функция одна из хорошего на бэй это то что и бэй делает все возможное чтобы клиент не платил за доставку 71 процент покупок мы бэй доставляются бесплатно что это значит что и бэй делает так бы нас продавцом заставляет включать стоимость доставки в стоимость товара чтобы клиент уже знал что он заплатил видит цену ту которую заплатить если допустим на других маркетплейсов взять amazon клиент видит цену там 5 долларов за единицу какого-то товара да он доходит до чекаута когда уже нужно платить он видит что ему еще сверху нужно заплатить два или три доллара за доставку такой сказать сюрприз да то здесь и бэй старается с этим бороться и он делает меньше комиссии для тех кто включает стоимость доставки в стоимость товара то есть нам продавцам да и наше объявление продвигает в топ если это доставка включена в том из товара у кого не включена доставка в том из товара они снизу светятся снизу вот и только за 2020 год 1 3 миллиона товара было размещено на платформе и бы миллиарда миллион миллион я так понимаю чистый доход и бэй от продажи 2008 2020 год мы видим здесь таблицы да вот именно 2020 год момент еще пандемии и бэй заработал и нас исполнит миллиард миллиардов долларов сша вот это причины почему нужно выходить на и бэй потому что там на самом деле большие обороты очень много потенциальных клиентов вы сто процентов продадите свой товар и при этом вам не нужно много чего делать нужно только выставить правильный товар который сейчас в спросе в мире да то есть вы находите выставляете и ждете пока это его раскупят и так давайте же сравним три площадки это и бэй вал борис и amazon чем же не отличается и куда все же проще выйти расскажу о плюсах и бэйм это управление с помощью приложения то есть есть приложение которое можно скачать в телефон и всегда быть на связи со своими клиентами и вообще проверять каждую минуту что творится с вашими товарами продаются или нет это доверие клиента сейчас более подробно об этом расскажу клиентская база это то что очень легко начать на этом марту пенс есть система торгов и подходит для индивидуальных продаж управление с помощью приложений благодаря приложению вы всегда на связи со своими клиентами это очень важно потому что со своего опыта скажу что если человек что-то покупает проходит и не знаю пол дня или максимум день и самые нетерпеливые уже пишут где моя посылка ну как бы и ты уже понимаешь что вот этот человек уже будет тебе создавать проблемы через два-три дня точно если у тебя стоит время доставки на сайте написано там два-три дня допустим клиент уже точно через три дня будете писать писать и хорошо если просто писать но может сразу просто оставить упокой фидбэк это сказать что я вот уже жду там второй третий день посылки нет а с каждым с каждым плохим фидбэком у нас магазин падает рейтинг а это очень плохо то есть благодаря приложению то есть вам не нужно сидеть постоянно в офисе за компьютером и ловить вот такие моменты до чтобы на как можно быстрее ответить вашему клиенту вы можете сами имея приложение в телефоне просто всегда если телефон подключен сюда к интернету вас всегда есть связь с вашим клиентом вам написали вы ответили это очень хорошо помогает вести свой бизнес именно на на платформе и доверие это очень важная функция так как для начинающих продавцов на ebay не обязательно переживать о том что вот будут ли у меня люди покупать есть у меня там нету фидбэков часто мне ребята задают вопрос вот я новенький я уже посмотрел товар который я хотел бы продавать уже много продается на ebay у людей хорошие рейтинги смогу ли я выйти на эту платформу с нулевым рейтингом без фидбэком и начать что-то зарабатывать тогда можно сто процентов и здесь вот ключевое слово доверие люди идут покупать товар не у вас они не знают вас не знают ваш магазин они идут покупать товар на ибэй они знают ибэй не знают этот marketplace они группу больше всего покупают товар там они даже идут с этим понятием что они так я иду купить что-то на ибэй но технически не покупают у вас товар это просто как площадка которую мы арендуем для того чтобы продавать свои товары все но клиент доверяет этой платформе он знает что неважно в какого продавца я куплю товар конечно хорошо если есть хороший рейтинг у продавца и так далее вот они цены будут дороже но у новичков обычно цены дешевле чем уже продвинутый продавцов но многие хотят дешевле чем просто заплатить дороже я не знаю что они безопасности если допустим вы как новый продавец высылаете не тот товар или там ошибочно не не тот цвет там или вообще не того качества что вы обещаете продавцу то продавец с вами даже не будет и связаться он будет связаться напрямую с ибэем и все претензии будет предъявлять ибэй да он скажет вот я купил у вас товар то есть у вас на ибэ я купил товар и он пришел не такой как вот на фотографии да я там купил допустим чехол кожаный пришел мне там чехол силиконовый что мне делать здесь ибэй начинает помогать клиенту решить этот вопрос он не хочет потерять своего клиента и он естественно может вернуть ему деньги но опять же вернусь вашего кармана но если вы докажете что вы отправили то чтобы и обещали то есть то что вы и показывали продаете то ибэй может взять на себя ответственность вернуть свои деньги клиент то есть даже не трогать ваши деньги то есть вы доказали что вы отправили все что нужно клиент может врет может не врет но получил что-то другое да ибэй будет сохранять и вас как продавца потому что вы не платите комиссию ну и покупателю потому что то есть клиент который платит там за товар да вот поэтому люди больше доверяют самой платформе они продавца так что смело можно всегда выходить и новичкам на marketplace вообще без проблем и начать зарабатывать клиентская база что это значит люди когда покупают товар у вас у вас остаются данные данные этого клиента то есть у вас остается email вас номер телефона вас остается адрес этого клиента но это все временно в течение двух-трех недель это все сгорает вы уже потом это не увидите в целях так сказать безопасности и б но я допустим использую этот эту возможность как я копирую эти все данные переношу себе в базу и запускаю потом рекламу через email или просто оффлайн ли флетами да папа адресом отправляют там скидки на свой допустим веб-сайты когда то есть это клиент это мои потенциальные клиенты которых я могу использовать мне не нужно запускать таргет мне нужно ничего искать этих людей благодаря ebay у меня уже есть потенциальный клиент я знаю что это человек интересуется моими товарами потому что он уже сделал у меня покупку я знаю что я ему теперь могу предложить еще что-то другое другие свои товары но только уже на своем сайте как мне его переманить на свой сайт только благодаря рекламы я не могу рекламировать свой сайт на платформе ebay потому что ибо этого не позволяет он меня забанит сразу же да но благодаря клиентской базе которая остается у меня так как я все равно отправляю товары на своим клиентам я могу запустить рекламу через email уже через свой email со скидками и пригласить этого клиента на свой личный веб-сайт и где могу заработать больше потому что там уже я не буду платить только комиссии с помощью и бы кстати и бы мы платим 12 процентов комиссии с продаж кто знает не знаю то есть в алгорис amazon amazon там понятно это 12 это среднем или по разным категориям по разным категориям это на данный момент но это уже такой старт со самый высокий если там детские товары то кажется там пять процентов не берут разные разные категории так на mp как я уже говорил очень легко начать вам не нужны документы с компанией налоговые номера и так далее вы просто открываете и каму и можете уже начать продавать пробовать себя в этом бизнесе продавая свои товары из дому старые вставить аукцион или продавать как новые ненужные вещи да там или еще что то есть очень легко начать и но только когда вы уже набираете обороты и бэй вам сам скажи что пришло время вам переходите на бизнес-аккаунт и даст определенным сроком допустим течение месяца вам нужно будет перейти потом уже увидишь что у вас обороты такие что вам пора платить налог ну так что для старта это очень удобная площадка вообще попробовать себя в этом товарный бизнес это очень грамотно это как китайцы то же самое как налоговые каникулы до расти раскручивайся да то есть поток лишь побольше мы может платить украине наоборот и потом посмотрим что у тебя получится не получится ну в в англии в англии тоже как бы вот запускаешь бизнес допустим не нужно платить налог видите здесь до 85 тысяч фунтов оборота за последние 12 месяцев то есть если ты не у тебя нет такого оборота ты не платишь этот видите это ну как бы это для малого бизнеса просто идеально тебя никто не бомбит но как только ты начинаешь пресекать вот эти восемьдесят пять тысяч все потом ты оформляешь видите ну то есть этот налоговый номер берешь и уже регулярно каждые три месяца платишь от налог до этого момента пока ты растешь тебя никто не трогает пожалуйста заниматься так как малый бизнес вот тоже самое на ebay да то есть он позволяет начать начиная смотри нравится супер но только ты уже начинаешь набирать обороты он это видит система считает все пора и он тебе говорит все стоять нужно оформлять документы предъяви пожалуйста и делай отчет там уже своим государством система торга один из маркетплейсов который позволяет продавать товар на аукцион очень удобная функция продать антипорядка под свои вещи да там старые вещи которые вы думаете что могут никому не нужны но иногда бывает такое что за старые вещи люди платят больше чем за мной есть аукционеры которые ищут определенные вещи для себя для своей коллекции и они готовы отдать тысячи долларов если конечно будут конкуренты вот так что очень удобная функция продать так сказать вообще весь хлам что дома есть начать даже с этого попробовать протестировать эту площадку да и нужно покупать новые товары какие-то рисковать деньгами просто так то что езду может вы слышали была одна продажа 28 мая был продан чекен наггет вот за 999 тысяч долларов как раз на аукционе не слышали просто кто-то выставил макдональдс чекен наггет да ну может это было такое отмытие денег у кого-то но вот выставили чекен наггет и 4 июня был акцион да и ставка да 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 вот да 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 было сто восемьдесят четыреста бьет мы здесь видим до 184 бит то есть последняя ставка была 99 тысяч кто-то купил чекен наггет так ну и у нас еще есть минусы и бэр очень да очень 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 трудные клиенты есть попадать такие клиенты с которыми просто невозможно не договориться ничего и они угрожают а зная как продавцы дорожают отзывами да они просто угрожают оставить тебе плохой отзыв или ты мне верни мой товар или пришли еще один да то есть вот такие есть моменты и в таком случае лучше конечно вернуть деньги не спориться мы много не потеряем продадим еще заработаем еще но мой совет если вы уже сталкиваетесь с такими клиентами то лучше их избежать есть проблемы с аукционом с торгами такая есть функция с которой никак не может разобраться это допустим когда мы выставляем какой-то товар на аукцион возьмем золотую монету какую-то там редкостную есть два аукционера один допустим там готов заплатить и тысячу долларов за него второй себе там готовы заплатить 2000 ну а нам было бы классно продать ее за 500 долларов мы были готовы отдать и все это доллар это наш такой таргет типа мы берем нам достаточно но аукционеры начинают делать ставки все больше и больше да мы видим что допустим один поставил там 1500 2 поставил там 1600 и выиграл пришло время выиграл нам нужно продать нашу монету именно этому клиенту который поставил ставку за 1600 выиграл этот аукцион но есть еще одно но этот клиент может и не купить этот товар да то есть он как бы выиграл его но у него есть там три дня чтобы купить и чтобы заплатить деньги или как бы положить вам на счет но его нет он не ложит и за это время он мог передумать или это был вообще какой-то фейковый аукционер да кто делал такие ставки просто помешал вам заработать и что конечно в конечном итоге получается мы уже не не имеем права мы мы не сможем вернуться к тому может реальному аукционеру кто хотел был заплатить готов был заплатить полторы тысячи долларов за нашу монету да но тот который поставил ставку 1600 в итоге и не купил и вот из-за таких клиентов очень много то есть часто попадаются такие люди да которые просто могли передумать и больше не хотят этот товар но мы в итоге теряем вот таких потенциальных клиентов которые хотели бы заплатить полторы тысячи долларов сразу сразу вопрос скажи а получается все продажи в виде аукциона идут или нет 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 это есть есть функция ты выбираешь как ты хочешь этот товар хочешь продать на аукцион выставляешь выбираешь просто нажимаешь аукцион 7 дней 10 дней аукцион да то есть и даешь возможность в течение 7 дней участникам ставить ставки там семьи или 10 дней до выбираешь или ты выбираешь фиксы прайс то есть новый товар по фиксы цене и все то есть уже не будет но даже при фиксы прайс ты можешь предложить клиентам сделать такой offer тебе да то есть допустим ты там продаю что-то за 50 долларов да но у тебя есть функция с торговым то есть можно тогда можешь торговать даже с таким то есть клиент не все это понимают при допустим а так как уже хорошо разбираюсь в бэй да я если что-то хочу купить вижу есть функция offer значит клиент мой продавец готов предложить offer я могу не все это понимает а я просто опишу допустим там он продает что-то за 50 долларов пишу там делаю offer 40 долларов я понимаю что он за 40 может не согласиться на за 45 уже точно так то есть по сути как бы я бы готов был купить и за 50 но если такого возможность почему в течение суток купить эти 5 доллара я делаю offer он соглашается и бесплатно также высылает мне мой товар труда а еще возвращаясь к тому кейсу что ты говоришь что если допустим высокая ставка человек не выкупил а мой можно по какому как сделать допустим можно новый аукцион создать да и если да ну да можно хотел купить вот с предыдущего аукциона или или нет связаться мы с ним не сможем дело в том что все все биты вот эти они скрытые анонимные то есть мы не видим кто бьет то есть мы только видим что ставки есть мы видим только уже данные клиента которому мы продали этого который выиграл аукцион тонкой проблемы да вот это такой один из минус на б это то что мы теряем вот эти по социальной клиенты когда мы выставляем заново этот товар на аукцион то уже не факт что этот клиент вернется да может он уже купил что-то где-то может уже не вернется на ибо и вообще да вот но ибо и банит таких людей кто купил точнее выиграл аукцион но не купил товар он их банит потому что это как бы нарушение всех правил перед тем как ты начинаешь аукцион и делаешь первые ставки то ты якобы такой подписываешь договор с бэм что ты обязываешься купить товар который ты уже начал бить но люди убывается видно что некоторые клиенты создают новый и калом мы видим что человек купил на по аукциону товар и у него вообще никакого рейтинга даже имени нет прикал просто такой фейковый аккаунт как будто бы специально у него создать для того чтобы это сбить себе конкуренцию или цену или наоборот набить себе цену как еще люди делают продавцы допустим я продаю монету хочу набить себе цену да у меня есть допустим ты реальный потенциальный клиент который делает ставки да а я создаю еще и левый аккаунт тоже делаю на нем ставки набивая набиваю себе цену да ты поставил 1000 я 1200 а ты видишь блин кто-то ставит 1200 хорошо поставлю 1300 да и я так набиваю 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 но конечно в итоге я поставил 1600 а ты сказал то не все я для меня 1700 это уже дорого я не буду ставить и здесь получается как я проиграл я хотел еще сверху знаешь заработать чтобы не поставил но ты не поставил вот так что и такое бывает очень много таких моментов поэтому если продаются дорогие вещи это конечно жалко терять клиентов потенциальных клиентов и так вернемся к волбарис волбарис я думаю никому не секрет это полная копия амазона то есть волбарис копирует amazon платформу то я думаю здесь сравнение будет одинаково но возьмем волбарис плюсы волбариса то что это на этот маркетплейс он очень быстро сейчас растет набирает оборотов россии и уже планирует выйти на международный рынок это тоже хорошо я думаю дальнейшего составит конкуренцию amazon уже есть более 40 миллионов покупателей прямые отзывы покупатели помогают улучшить качество товара это плюс но минус это конечно же проблема с логистикой приемка товаров у меня ко мне в школу приходило очень много ребят которые уже пытались выйти на волбарис и все жаловались на то что очень тяжело там сейчас логистика то есть как бы еще не все так настроено как на амазоне допустим да ну нужно пройти какой-то такой путь чтобы начать продавать на волбарис часто технические проблемы с сайтом как бы это было на на росте сейчас не знаю презентации 20 года поэтому надеюсь сейчас уже там все стало лучше сложное самодействие с техподдержкой каждый жалуется на этом и обязательно участие в акции насколько я знаю волбарис если делает акцию то заставляет продавцов в ней участвовать то есть если вам сделать большие скидки то эти скидки как бы прилагается к вашему товару даже если вы уже ничего не зарабатываете то вы должны принимать участие в этих акциях и для того чтобы выйти на волбарис нужны естественно документы да вы не можете выйти просто как частное лицо вы должны быть как компания со всеми документами но сейчас насколько я знаю на волбарис достаточно открытие как это называется переведи частный предприниматель документы частного малого бизнеса уже достаточно такие документы чтобы выйти на волбарис но здесь есть одно но когда ты как частный предприниматель выходит и может продавать только свои товары . бы ручную работу или те товары которые ты производишь хотя это есть в пунктах но люди выходят используются этой возможностью выходит и продают чужие товары но я думаю ближайшее время в авгарис будет таких людей баня так же как и на идти это та же проблема ты на это можешь продавать только своих товары да вот это то правило по которым можно выйти на волбарис как частный предприниматель на амазон все тоже что и на волбарис добавил олег секунду я бы еще добавил что количество продавцов очень быстро растет и кстати за 21 год количество продавцов на волбарис но в прошлом складе выросла в три раза три раза потому что сейчас очень много начали продавать курсы по волбарис да и просто все ломанулись до зарабатывать и да это хорошая реклама для волбарис но дай бог пусть растут и так amazon amazon это одна из самых крупных площадок в мире также есть и приложение и доверие клиентов и скидки на доставку и склады amazon популярны тем что у него свои склады это amazon fba когда разрешается всем продавцам неважно где вы где вы находитесь хоть в африке украине в россии еще где то вы можете купить товар любой точке мира отправить на склад amazon даже без вашего присутствия они могут принять ваш товар все упаковать расставить продать и отправить ваши клиенты то есть вы грубо говоря просто инвестируете вы находите товар инвестируйте все остальное делает amazon за вас ну конечно же там чуть больше комиссии все такое но это хорошая возможность зарабатывать деньги на удаленке сидя дома вы будете продавать товары в америке в англии сидя допустим в украине до зарабатывать в долларах даже если у вас будет там 35 процентов чистой прибыли из продажи но будете брать большим оборотом это очень круто минусы amazon это то что она мазоне очень большая конкуренция очень тяжело выйти на эту платформу я буквально четвертый месяц выхожу сейчас на amazon но якобы на британский дано на британским amazon выхожу но якобы выхожу не у и то есть знаешь много разных возможностей как выйти на amazon да ты можешь выйти на amazon продавать товары не свои товары да он так как я выхожу под под сервисом правит лейбл да по программе правит свой товар свой бренд а это регистрация бренда регистрация бренда на государственных сайтах потом на амазоне регистрация потом это все товары нужно отправить на это все очень много нюансов которые я не знал уже точно знаю как она работает но очень тяжело знаю как выходить на ebay теперь знаю как выходить на amazon это небо и земля хорошо что есть опыт на маркетинге плейсе это очень помогло мне на amazon но если ты выходишь на могу как вообще новичок это потом просто можно вскипеть один из больших минус это то что amazon подает свои товары что это означает что это как бы и неправильно amazon убивает так сказать бизнес своих клиентов но если допустим amazon виде что у вас ваш товар очень хорошо продается он его копирует он ее копирует и делает своим якобы то есть делает свое лого amazon amazon prime и так далее да на этот товар и выводит его на рынок на свою же площадку но естественно выводится в топ а ваши товары потом тонут там же это вот один из таких больших минусов что часто очень жалуются продавцы то что один из больших минусов опять же что amazon постоянно на стороне покупателя чтобы не случилось amazon заберет у вас деньги вернет деньги вашему клиенту буквально меня пару дней назад клиент открыл запрос вернуть товар не прошло наверно 24 часа даже не успел ну как я видел запрос по емейлу но не дошел еще до компьютера и как уже на следующий день amazon просто вернул деньги клиент а мне написал если хочешь там оспорить то пожалуйста тебя есть 30 дней наскоро но мы не будем заставлять ждать нашего клиента как бы пока ты там это все решит в штатах кому на том на штатовском амазоне там даже по моему особо и не спрашивают то есть он в любом случае клиент прав и он может вернуть отозвать поэтому он может писать причину вообще да вот это точно тебе в любом случае ты как продавец ты получаешь запрос на возврат то есть клиент делать запрос хочу вернуть товар до что-то там не понравилось без всяких объясняем а может amazon ждет твоего ответа а может просто где-то там запрос висит не дошло до очереди кастом и сервис потом обрабатывать эти все запросы да он видит что ты еще не ответил тогда отвечу я твоему же клиенту и все и он ответил сразу вернул деньги на клиента воли но у тебя есть 30 дней оспорить этот такой спор и да и пожалуйста занимайся ну конечно же заниматься не будет потому что будешь заниматься еще конечном итоге тебя и забанят это очень такой большой минус но по сути как бы когда продажи идут этого незаметно это вот знаешь я вспомнил вначале вот когда вы заходил алиэкспресс еще там россии украину и многие люди удивлялись да что можно если ты там тебе что-то не понравилось ты начинаешь там раскручивать этот спор и тебе прям просто возвращают и товары деньги и люди там многие этим злоупотребляли но сейчас на данном уровне развития маркетплейсов уже никто не удивляется потому что понимает что насколько трудно клиент привлечь нового плюс не потерять вот этот получить негатив очень легко так на эмоциях влепить сказать ах ты ж такой типа я ждал там другое да но пришло не того размера на получай и как бы не хочу с тобой вообще обсуждать ничего да то есть это теперь это вообще очень понятно знаю цену каждому такому негативу 2 звезды 1 и так далее но когда я допустим поначалу это злила знаешь там когда нужно там сделать возврат или еще что ты понимаешь что ты прав ты ты видишь что врет сам клиента но потом это твои твои нервы твое время как бы да и ты когда начинаешь анализировать подожди но я раз себе задал вопрос почему я ну как бы переживать за это у меня все ну как бы у меня нету там большого склада меня нету там рабочих людей да ну то есть работник за которые но я должен платить а у меня нету на товар который я выбрасываю меня по сути в бизнесе нету минус на то есть но нету расходов левых таких донатов то здесь ну как бы но в любом случае без цене не без минуса где-то что-то ты будешь терять то вот он этот момент да когда тебе что-то будешь терять но они такой уж и значительный большой минус да то есть вопрос надо заложить посчитать какой-то процента это всего список контролировать понятно да чтоб он был не больше чем в среднем по рынку как только ты это правильно сформулирует для себя в голове поймешь что это нормально ничего в любом случае ты будешь сталкиваться с такими клиентами у меня такие клиенты были и в офлайн-магазине приносили товары продукты обратно что-то им не нравилось то есть в любом случае попадала в мин только здесь то же самое только онлайн и все те же клиенты так что чем быстрее ты с этим смеешься тем лучше для тебя проще будет морально это все пережить а так оно по сути копейки да давайте посмотрим сколько же можно заработать и продавая товары на на ebay посмотри при приведу пример на своих товаров магнитные кабеля которые я покупаю на алиэкспресс стоимость одного кабеля будет 2 пункта 50 копеек в моем случае до себя на сайте я продавила за 6 фунтов 49 копеек здесь мы посчитаем 100 единиц чтобы легче высчитать прибыль ты посмотрите около 50 единиц такого товара я могу продать сзади то есть 50 единиц на грубо говоря мы сейчас возьмем 100 то есть если я куплю 100 единиц за 250 долларов продам за 650 долларов это конкулятор который помогает высчитать все комиссии за почту за то что я отправлю этот товар своему клиенту заплачу 90 копеек по англии по месту 90 копеек за один заказ то есть в конечном итоге за 100 заказа я заплачу 90 фунтов высчитаем комиссию ebay заберет у меня 65 фунтов комиссии из этих всех продаж paypal заберет 22 фунта комиссии в конечном итоге у меня чистые прибыли останется 22 фунта фунтов то есть если мы разобьем 222 фунта на два дня то есть в течение двух дней я смогу заработать эти деньги то получается 100 грубо говоря 100 фунтов в день это около 130 долларов в день я могу заработать на этом товаре да это если у меня только один товар если у вас около 50 100 объявлений конечно не все это будет продаваться ярко по 50 единиц в день да но даже если по 10 по 15 будет продаваться каждый товар это вы можете считать сколько там уже где-то большие обороты большие деньги и чтобы вы понимали для сравнения у некоторых продавцов по 5 по 6 тысяч объявлений да это не значит они все продаются некоторые с них товары вообще могут не продаваться но обороты достигают до 100 тысяч долларов в месяц второй товар очень ходовой уже несколько лет последний это фон холдер машину до телефон магнитный такой вот наливовая его покупаем по фунту говорят по фунту 96 копеек это уже включая доставку продаю его на сайте за 649 и здесь мы снова вычитывать опять же это очень ходовой товар иногда я его бывает продают до сотни единиц в день минимум 40 единиц в день он уходит и мы сейчас вычитать то есть если я куплю с поделись за 120 фунтов включая доставку продам за 649 за почту заплачу опять 90 копеек то есть комиссию ebay заплачу 6490 комиссию paypal 22 фунта конечно в итоге я заработаю 350 фунтов 100 единиц если я продам все 100 единиц за день получу 350 фунтов за день если за два дня что это уже максимум получается половину 175 фунтов зарабатываю в день чисто на этом товар вот то есть уже если мы посмотрим два товара здесь 100 фунтов здесь до 75 10 75 фунтов только с двух единиц товара самый ходовой товар если у вас еще есть такой товар вот зарядка очень подавая когда вышла уже iphone с с педи чайджером датой с кабелем с тайп си извиняюсь себестоимость этого товара налива 370 фунтов продаю его на рынке за 949 вот значит высчитаем если купим 100 единиц включая доставку будет себестоимость мне обойдется 470 фунтов продам я этот товар за 949 за один фунт отправлю по своему клиенту здесь по месту конечном итоге заплачу комиссии ebay 94 фунта 32 фунта отдам paypal и себе остается 250 фунтов этих этих зарядок я могу в день там продать около 20 единиц да то есть сзади грубо говоря за за неделю я могу заработать чистой прибыли там 250 фунтов это чуть больше 300 долларов чисто на этом товаре вот вам с этих уже трех товаров я могу зарабатывать до 500 долларов в день просто продавая вот эти три товара ну плюс у меня естественно и больше повторюсь люди у людей особенно дропшипера так как они не инвестируют в товар они просто перепродают его то у них по 5 по 6 тысяч объявлений комиссии на самом деле небольшие доставка я смотрю за счет того что и мелко мелкие единицы да там да 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 доставка достаточно дешевая а получается fulfillment вот и бэй как и вбей его amazon у них нет то есть своей доставки своего склада есть они сейчас начинают это расширяться у них в англии появился склад летом по фулфилменту но дешевле даже даже на amazon продавцы на amazon они стараются раскрутить только свои аккаунты через amazon и бэй но после продавать товары через amazon и бэй то есть через свой фулфилмент склад так намного дешевле и даже если товар товар у вас нет продается то вытащить его сама зоны бей очень тяжело люди конечно в итоге теряют на своих товары там или просто отдают amazon дешевле чем его вытащить оттуда поэтому чаще всего использует свой фулфилмент склад допустим в китае очень много фулфилмент складов и сейчас очень быстрая доставка идет с китая по европе в англии допустим посылки приходят моим клиентам от 4 до 7 дней то есть мне мелкая посылка приходит быстрее чем большая посылка когда я заказываю себе оптом намного быстрее посылка моя может идти около 30 дней ко мне большая моему клиенту еще не пяти семи дней и много фулфилмент складов китае они берут за сохранение наберу только за работу они берут там 50-60 копеек за упаковку и отправку твоего товара все то есть как бы это очень выгодно как это работает сейчас покажу дэм вот если допустим взять мой случай что такое вообще фулфилмент это логистическая компания у которой есть свой склад которые могут хранить ваши товары мы допустим находим поставщика определяемся с товаром находим поставщика покупаем товар и даем адрес нашему поставщику нашей логистик компании то есть мы просим поставщика отправить товар не на склад нам домой да а именно отправить товар логистик компании они отправляют товар на склад логистик компании принимает наш товар нам дает отчет что мы товар приняли проверили все что вы заказали пришло как бы точно да если есть какие-то там нюансы моменты что там что-то не пришло то уже они потом нам говорят мы связываемся с нашим поставщиком и говорим что вот пришло там не вне вне весь товар разбираемся как только они получают наш товар не разложит у себя по полочкам дают нам скину номер по которому они будут находить товар когда придет заказ мы подключаем и сайт к своему и бэй аккаунту то есть идет такая интеграция и как только у нас клиент покупает товар то есть нам найдет заказ через ebay на наш аккаунт автоматически этот заказ идет на сайт логистической компании компания видит наш заказ и отправляет посылочку нашему клиенту то есть мы как бы такой треугольник но я при этом ничего не делаю то есть все идет автоматически моя задача только контролировать стоп как только он заканчивается я связываю с поставщиком покупаю еще там допустим 1000 единиц товара и он отправляет пополнять мой стоп логической компании все вот так работает вот фулфилмен склад на амазон то все будет как бы немножко тяжелее дороже и мы платим комиссию больше и так далее здесь мы не будем платить большую комиссию допустим на амазоне я сейчас плачу комиссию за амазон убей за то что они отправят и будут хранить мои товары с продажи около ну с моих товаров плачу около 2 2 250 фунтов около пяти долларов то здесь я только я запущу заплачу 4 доллара или 450 и все и ну как бы не за хранение ничего платить не буду я знаю что я в любое время могу вывести свои товары без проблем или логистическая компания сможет вернуть этот товар моим поставщикам я получу деньги обратно или они просто могут отправить мне если этот товар не продается я допустим его продам по месту то есть это намного выгоднее интереснее использовать независимая логическая компания фулфилмент склады и есть очень много складов не только в китае но и в англии в америке и других странах главное просто найти именно фулфилмент склад для своего товара так что так окей финишировать по времени я могу в конце тебя немножко прям так подытожить поспрашивать давай да да скажем так у тебя у тебя уже или у тебя нет презентации там конечно есть еще часа на два но не будем уже по вопросам давайте друзья давайте вопросы если у кого есть может сразу включаться или текстом или голосом если нет я сейчас тоже от себя задам у меня тоже есть мысли ну хочется давай давай я начали задам вот чтобы так наш четенько по полочкам подытожить и бэй допустим но регистрация доступна я так понимаю для всех для в украине в россии в любой стране можно открыть аккаунт там частное лицо или предприниматель ну то есть нет ограничений правильно правильно в любой стране неважно мне открыть можно река он просто в каждой стране допустим в европейских странах и вы имеете несколько сайтов если бы этот ком если бы . юкей также французской и немецкой и так далее да в основном других странах вот так странах в украине в странах снг используют все сайт.com ebay.com что это значит это когда мы выставляем товар на сайте.com получается как бы клиенты видят эти товары как будто бы на территории америки да то есть локация этого товара будет такой как бы местного именно в этой в этом сайте то есть если я уже с англией буду смотреть твой товар который ты видишь то выставил на сайте.com для меня это уже будет как international то есть он уже не место где где есть ограничения допустим я как покупатель захожу на ebay . юкей и выбираю территорию только юкей то есть я не хочу видеть товары international да да твой товар уже мне его и не покажет потому что он на сайте.com если я выберу что мне ну не буду делать такие фильтры да и мне неважно откуда придет товар мне лишь найти его то ebay мне покажет твой товар составе со сайта.com но только будет писать что это уже интернаш он будет идти с америки допустим да или там другой страны где будет поэтому многие продавцы продают на нескольких сайтах сразу хочешь сосредоточиться на английскую аудиторию именно в великобритании ты выставляешь товар на dot.uk ebay.uk на американскую из сша и так далее выставляешь .com но .com это один из самых как бы больших сайтов но по сути в любой страны можно выставить товары зарегистрироваться начать продавать только в каждой стране будет свои условия под каждую страну свои условия но это важно просто для сравнения опять же самозон где часто регистрация новых аккаунтов с украины допустим недоступна или свал бы я тоже там с украины не регистрировать да то есть ebay с помощью него я так понимаю рынок штатов как как минимум самый большой рынок становится и бы сейчас очень сильно расширяется на территории украины он буквально сейчас вот кстати у нас в этом в янке да вот ребята скидывают чаты контракты все что и и даже программы так сказать курсом чисто бесплатная от ибэя потому что и бы сейчас расширяется и заключил контракты с укрпочтой кажется в украине ну вот ну короче с какими-то там логическим компании заключать контракты и бэй да и вот благодаря вот этому всему чтобы привлечь клиентов они дают бесплатные такие мини курсы до чтобы люди могли использовать эту площадку заходите понять как это работает и так далее поэтому именно в украине хорошая возможность выйти на ибэй начать продавать только-только начинает там набирать обороты что это хорошая возможность для каждого же получается платежная система насколько я помню мы этот paypal в основном то есть ибэй сейчас закругляется с paypal то есть заканчивать с ним работать контракты и работает с пионером пионер доступен просто paypal тоже в украине все он да поэтому из за того что припал не везде был доступен давай буквально в прошлом году ибэй прекратил с ним работать как бы еще можно делать платежи через paypal но уже в 2023 году это полностью все остановится вот но все работает работает ибо я теперь с пионером то есть что мы делаем мы заходим на пионер открываем себе аккаунт и подключаем его потом интегрируем с ибэй аккаунтом и все так что деньги вашей безопасности можете легко выводить их через пионер сразу на счет ребят такой вопрос к вам по поводу регистрации столкнулся со следующим я сам из украины вот начал регистрировать аккаунт ибэй и сразу их регистрировал там двух или трех людей так чтобы три аккаунта было и что получается ибэй аккаунт ибэй регистрируется все отлично покупать ты можешь проблем нет и сразу регистрировал селлер аккаунт для продажи и буквально выставляешь один-два товара ну как правило по некоторым аккаунтам там один и на следующий день прилетает письмо как бы аккаунт ибэй который покупательский за тобой сохраняется а селлер аккаунт мы вас заблокировали не можем сообщить вам причину как бы извините и не пытайтесь открыть новые пришлось открывать ибо аккаунт ибэй вообще на чешского гражданина заблокировали только ваш или еще 2 по сути как бы неважно я всегда людям своему как бы своим ученикам говорю что не обязательно регистрировать 35 аккаунтов на чужие имена если эти все аккаунты идут через один ip-адрес смысл в этом нет вы можете открыть 5 аккаунтов на свое же имя и вы получите такой же результат то есть ибэй ибэй нету там ограничений лимита на рекам можете хоть 20 как открыть но если не все будут под одним ip-адресом да под одним вайфаем это как только заблокирует один заблокирует автоматически все и даже даже не ваши но если кто-то в вашем доме еще живет и пользуется ибэй он тоже пострадает так что здесь нужно быть аккуратно по поводу того что вы выставили объявление и после этого нас забаним скорее всего вы сделали уже много нарушений когда только выставили объявление так как у вас в селлер аккаунте еще не было определенного рейтинга вас не было то экспириенса такого ибо им просто забанил вас его нужно прокачивать и но его нужно подготавливать потому что очень много ибо не любит неопытных продавцов потому что это будет вредить его рейтингу самого самого ибо и рейтинга то есть ибэй должен понять что вы знаете с чем вы работаете вы знаете как продавать да вы должны пройти этот этап так сказать молодого бойца должны шаг за шагом все делать правильно вот это то что я как бы очень тщательно и так рекомендованную говорю своим ребятам да в школе потому что все приходят и все хочу сразу денег хочу вот начать зарабатывать и начинают делать много ошибок потому что в голове только цифры 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 хочу хочу деньги а именно этой бы и не любит вот выставляя фотографии чужие фотографии чужих продавцов это стопроцентовый банк это первое что я могу сказать все фотографии на рынке которые вы видите они в основном запатентированы как бы нельзя их использовать но почему так ибо и делает я не знаю но как только новый аккаунт начинает выставлять чужие фотографии это банк но как только уже вы набрали какой-то там рейтинг да немножко там прокачали свой аккаунт тогда и бэй на это почему-то закрывает глаза здесь как бы непонятно нет ответа но это факт это так и работает поэтому для прокачки своего аккаунта выставляете товары со своими фотографиями то есть хотите там продать старый начните со старого велосипеда да там дом не не брать какой-то товар под ровшиппингу которого у вас нету в наличии потому что именно это и бы и не любит а возьмите велосипедом у себя во дворе нашли сфотографировали на телефон загрузили фотографии на и бэй и начали продавать все вот это и бэй увидишь что вы набираетесь опыта да вот это или все будет все будет хорошо раз два три выставили посмотрели что бана нет все классный бы разрешает набирается рейтинг увеличится ваши лимиты вы знаете что на и бэй там когда вы начинаете у вас будет только лимит и 10 единиц что вы сможете продать вообще вот и чем больше выставляете объявление чем больше лимита у вас появляется увеличивается и это все но это называется такая прокачка аккаунт если вы начинаете сразу с новых товаров не со своих товаров чужими фотографиями это стопроцентовый банк даже если у вас был аккаунт 10 лет но он был простой он не был цель река он был просто река он покупать пользователя на и бэй так что здесь нужно аккуратно и повторюсь не важно сколько у вас аккаунта поэтому открываете один прокачиваете один и еще есть такая функция вы можете прокачать один аккаунт там я не знаю набраться опыта уже вас там будет сто единиц товаров продаваться и будете продавать по 500 единиц в день у вас будет хороший рейтинг вы можете открыть новый пикам на свое же имя только допустим там будет уже магазин для другой ниши то есть допустим один магазин вы продаете мобильные аксессуары второй аккаунт вы открываете для детских вещей это это будет совсем другая ниша совсем другое управление магазина вы можете связаться с ибэем и сказать что я уже действующий продавец на ибэй вот мой старый аккаунт вот мы фидбэки у меня там 10000 лимит можете пожалуйста так сказать споровать мои аккаунты и перенести этот рейтинг на этот аккаунт и увеличить не лимит потому что у меня уже есть опыт ибэй позволяет это делать и бы сразу же активирует вам полностью соль река на новом экран то есть это самый такой безопасный легкий способ удержать все свои аккаунты а то что вы открываете там три по четыре по пять на разные имена но все равно работаете с одного компьютера это банк всем сразу нет не тратьте просто время теперь следующий вопрос а имеет ли значение открытие аккаунта например отслеживает либо если был открыт аккаунт на ибэй ком или же на ибэй к юка то есть ну и это разные площадки или это одна и та же площадка если на те же самые документы открывать то как бы получится тот же самый результат мало того у вас будет один и тот же пароль и ник то есть вы просто вы просто вводите ибэй дот в тот же пароль с тем же ником заходите только у вас уже будет все по-другому у вас будет другой сайт у вас будет другая валюта уже в фунтах зайдете на французский сайт и поэтому все будут по опять по-другому уже будет в евро уже год на французском языке зайдете на тот ком но это все через один пароль то есть у вас есть возможность выставлять объявления на разных сайтах в одном и том же как-то так это все удобно сделано но придется выставить несколько то есть вам нужно будет выставлять одно допустим один и тот же товар несколько раз если вы хотите по месту выставлять то есть допустим вы выставили вы тоже велосипед на сайте.com в англии я его буду видеть как international вы заходите на сайт ютей выставляете тот же велосипед но только системе с теми же описаниями все то же самое только на сайте ютей и я уже как покупатель буду видеть что он находится не проще будет найти и купить вы не увеличили увеличиваете себе возможность всего продать быстрее вот этим просто копируете листик выставлены переставлять на другой сайт окей можно еще один вопрос и на этом и заключен вот прогрев аккаунта идет через продажи или идет прогрев через покупку в том числе набивание позитивных отзывов и потом только может быть такая схема например сначала сделать несколько покупок получить рейтинг потом переходить на сейлер аккаунт или же сразу можно запускать сейлер аккаунт и найти какой-нибудь дешевый товар там мелочный ну по сути раздавать его как там есть такие бесплатные раздачи на амазон вот такой же схеме работать на ибэе вы видите что вы до сколько бы опытный человек там он видит что продавца есть отзывы как продавца или и как покупатель а то есть это заметно то что вас будут уже какие-то отзывы это конечно хорошо да но как продавца это вам рейтинг не увеличить вам нужно будет именно получать отзывы как продавца чтобы не люди только но не клиенты видят но и сам и б считал у него там свой алгоритм стоит вот поэтому очень важно если вы хотите продавать или поднимать свой рейтинг как продавца то фидбэк лучше получать как продавца и и вот вы говорите там можно можно ли продавать там что-то дешевое раздавать да можно раздавать и и мало того я даже советую меня есть и пару товаров которые я продаю грубо говоря там 50 копеек чистой прибыли да ну и даже цель не заработать на этом а именно поддерживать рейтинг своего аккаунта и идет много продаж да и люди оставляют отзывы люди отзывы оставляю потому что дешево классно быстро супер и я допустим образом продать 100 единиц этого дешевого товара да там по доллару я из них получу там за день 10-15 отзывов это круто то есть растет рейтинг и даже если кто-то мне оставил плохой отзыв за дорогой товар то вот эти 10-15 они быстро же вернут мой рейтинг на свое место с этих дешевых товаров так что это как бы ну тоже важно и не только на начальной стадии бизнеса а вообще держать эту функцию постоянно нам пригодится продавать продавать что-то дешевое чтобы ради для кармы на самом деле там чтобы вот допустим тебя там стопроцентовый сто процентов твоего рейтинга да то есть но фидбэк супер ты получаешь один негативный фидбэк и ты уже твой рейтинг падает там допустим ну ты теряешь там 0 1 процента своего рейтинга тебе получается 99.8 или 9 чтобы вернуть вот этот один процент тебе нужно штук 20 позитивных отзывов то есть один против 20 как минимум поэтому а люди редко оставляют знаешь общий отзыв не только хорошие плохие чем хорошие люди на редко оставляют но за дешевый товар такой быстрее они как бы оставляют и очень часто мне пишут можете мне оставить отзыв я вас ухирую я вас купил типа и я вам сразу же оставлю люди ждут пока ты оставишь потом тебе старая так что есть ли еще вопросы спасибо пожалуйста еще роман александр кто у нас давай я еще спрошу тоже давали получается тоже подытоживая понятно регистрация понятно страны куда можно продавать то есть проценты сказал 12 процентов среднем да понимаю интересным два вопроса аналитика продаж доступна или нет в кабинете или нужны посторонние положения и 2 вообще трафик но опять же реклама я так понимаю внутри площадки и нет да то есть органика как получать трафик есть есть все и аналитика и и реклама все есть всем все можно есть терапик аналитика прямо самом аккаунте но только там уже платная функция кажется 25 долларов в месяц стоит типа тебе нужно купить магазин когда ты покупаешь магазин магазин это функция аналитика на там уже пакете идет ты можешь анализировать видеть сколько продавец продает этого товара как часто у него продает от зарабатывать возможность есть ты видишь конечно которые сейчас ходовые именно сегодня это уже немаловажно да и также есть возможность продвигать свои товары как и на амазоне как на фейсбуке то есть благодаря кликам ты платишь за клики так далее вот есть возможность продвигать товары ты просто платишь процент и b и за продвижение и и бы ты поставка тогда когда продал товар да когда ты это был допустим там готов заплатить за продвижение и поэтому пять процентов с общей стоимости и бэй продвигает вот товар продвигать кто-то купил есть куда купил по продвижению по рекламе ты заплатил этот процент если кто-то купил органическим трафиком ты не платишь и поеда процесс но есть еще один вариант это когда ты продвигаешь по кликам и платишь за клики это еще такая функция там уже немножко пожёстче и ты платишь неважно купили ли у тебя или нет и потяще за клик возможность есть продвижение это хорошо работает для новых аккаунтов и для новых товаров ты выставляешь новый листинг допустим да его тяжело продвинуть и вот хорошая функция я допустим начинаю это как раз с таргета делаю таргета новый листинг набираю рейтингом делаю пару продаж грубо говоря себе в минус но лишь бы активировать листинг и выдвинуть его в топ и все олег созрело еще один вопрос нет два вопроса вот может дадите какие-то рекомендации по заполнению карточки товаров прописывать как там ключевые слова в теле и может быть какой-нибудь софт порекомендуйте ну пожалуй на этом все это целая целая программа не могу сказать конкретно по ключевым словам и как оформить у меня два видео урока на на три часа вот так что но в любом случае нужно это очень важно использовать правильные ключевые слова почему слова можно опять же искать благодаря ebay то есть есть на программе аналитики даты это все можно сканировать но на сайте можете использовать зик аналитик зик аналитик программа которая позволяет вообще полностью просканировать весь ebay всех продавцов то вы можете и ключевые слова искать и но она платная там кажется если не ошибаюсь 60 долларов в месяц это которая это именно та программа который будет позволять делать вот эти все функции я знаю тебя есть обучение я кому интересно тоже оставлю ссылочку здесь записи на твой instagram во-первых да в инстаграме очень много полезного я смотрю там бомбишь прям контент постоянно что-то интересненькое то есть подписывайтесь на instagram олега и ссылочку на курс то оставлю и ты говорил что сделаешь скидку на если что ну да ребята если кто-то придет кто-то захочет пройти курс приходите через андрея и вы получите скидку в десять процентов до скажете его пончайно кодовое слово и получите скидку вот на самом деле для меня вот тоже было очень интересно сейчас только маркетплейсов только площадок какие-то очень распиарены какие-то на слуху и они достаточно перегреты интересом продавцов вот и б и я знаю просто людей несколько которые там продают немного но стабильно знаешь и это подкупает что там меньше чем не что-то меньше конференция проще зайти туда вот поэтому я думаю для многих здесь было очень сегодня полезно немножко приблизиться узнать все эти вопросы моменты такие вот ключевые да по этой площадке и рассмотреть ее как возможно примерить на себя и попробовать почему нет почему бы да точнее конечно это не обязательно делать его основным доходом основным бизнесом для себя но каким-то дополнительным доходом это просто я думаю хорошая возможность много работы нужно и тем более тем более действительно рынок штатов то есть здесь ограничений для входа продажи нет да то есть другие площадки там уже сейчас на украинских сейлеров для российских есть уже нюансы да но и пей остается актуальным опять же на него просто нет столько внимания но короче пользуйтесь друзья пользуйтесь это легко просто и бесплатно потому что не амазон очистку не так легко сто процентов тоже как даже здесь я услышал много нюансов до которые ты говоришь там надо разогнать и каналов нужно постепенно но нельзя это делать не зато делать я понимаю что есть свои нюансы по подобные камни есть сто процентов можно знать но честно когда я попробовал amazon ты понял убедился что это просто ну конфетка вишенка на торте вот этот и бэй бери просто и учи изучать заходи пробуй но мало очень мало рисков если на amazon чтобы выкидает за только за полтора месяца уже вложил пять тысяч долларов это только в регистрации вот это так и барану то есть много всего заказал там первый товар со своим блога со своим пакетом упаковками так далее и это это еще как бы мало минимального с таким расходами захожу так и еще у меня плюс в том что я здесь мало рискую потому что я знаю товар который мне сейчас сделали в китае пристали все что я принести я могу продать на ebay если но не продастся на amazon а люди которые просто пробует первую площадку amazon они я знаю тратят до 50 тысяч долларов и в итоге конечно в итоге программ потому что она не идет вот так что надо класть все яйца в одну корзину да то есть опять же озер много где водится рыба да и там и там и там нужно диверсифицировать и знаете главное правило инвестирования нужно все делать грамотно поэтому мы как раз учимся на наших эфир спасибо большое олег я уже заканчиваю запись у нас получилось больше чем запланировано но я думаю что ценно да вот лайки ставят я вижу круто спасибо большое вот ребята подписывайтесь на олега тоже тоже поддерживаете у него действительно классный instagram мы с ним 20 тысяч шагов наделали но когда она в одной нише это встречаются люди в одной нише вода теме время пролетает одним щелчком ты лишь на одном языке понимает это круто круто приятно спасибо еще раз что пригласил ребята спасибо вам за внимание всего что досидели до конца то сидели было интересно надеюсь было интересно вот если будут вопросы пишите пишите мне в инстаграме в инстаграме прямой контакт отвечает проверяешь все живой человек можно окей тогда спасибо всем пока держитесь